Год назад я была на этом месте и фотографировала вот эти вот фонтанчики видеодуванчиков. У нас в Днепропетровске тоже есть такой один серебристого цвета, а тут их два. И через год я снова на этом же месте снимаю вот такие вот красивые манютины глазки, наверное, это называются цветочки. Вот у нас шаттерфилл там, утро, и где-то там 22 этаж, где мы только что были с вами, я показывала вам наш номер. Вот это вот утро, Нью-Йорк, 11 часов, знак лав. Хочется показать вам жизнь, какая она есть, с реальными всеми звуками. Ну и будет часть видео с музыкой. Вот она, такая вот атмосфера. Пятая авеню. Вот это вот здание, вот это вот здание, это Трамп Тауэр. Где-то там наверху живет где-то, где-то там наверху живет первая леди. Я не знаю, дома ли она, но вчера, вроде бы, она вчера была дома, и было очень много охраны. Дальше идет, после Пятая авеню, немножко дальше там парк, они тоже красивое место, я его вам показывала в первом видео. И дальше мы пойдем прогулять на несколько блоков, вот, чтобы вам показать реальный вот такой вот город. Просто передать вам атмосферу. Смотрю немножко, поскольку это понедельник. То, что это моя третья поездка уже в Нью-Йорк. И я постоянно, у меня огромное желание не пропадать, все снимать, все подряд. Хочу с вами поделиться информацией, только что я проходила по Пятая авене, вот, шла с той стороны. И был момент, такой сейчас кратко опишу вам. Значит, люди в Нью-Йорке тут просят милостынь. Но это все не навязчиво, просто они сидят себе, аккуратно перебирают эти коинсы, монеточки, и приставать ни в коем случае по закону к людям нельзя. Я стояла на перекрестке, ждала, когда загорится белый человечек-пешеход, чтобы можно было перейти по переходам. И за мной стали две девушки. Я их особо не рассматривала. И, в общем, они начали, скажем так, неблагозвучно, неблагосклонно отзываться об этом пожилом человеке. Неважно, как он выглядел. И я так, краем глаза, немножко на них взор свой подняла. Они, возможно, это заметили, возможно, просто заметили, что как-то тело шелохнулось, и я поняла, о чем они сказали, что они сказали, да, без переводчика, потому что это были четкие русские слова. И когда я на них взглянула, они резко перешли на английский язык, причем такой опытный. И мне не проблема вообще понять, Нью-Йорк это место, где сконцентрированы, по-моему, все языки, где ты что ни скажешь, у тебя в любом случае найдется тот, кто поймет. Поэтому надо быть очень осторожными и не говорить нехороших вещей о людях, которые ничего плохого тебе не сделали и никак тебе не проявляют агрессии или какого-то излишнего внимания. Вот. И вот так вот человек рядом, проходивший, уже сделал о них вывод. Будьте осторожны со своим языком. Просто история из реальной жизни. Мы находимся напротив центральной библиотеки, где снималось много, кстати, фильмов. А вот... Вот там Subway метро находится, и вот в этой части, вот в этой части есть Брайант Парк. Вот. И потом, если перейти уже ближе туда, к Таймсклер, там есть на 47-й улице перед Таймсклер, там есть кофейня с выпечкой хорошей. Я не помню, как она называется. Возле 47-й улицы у них вывеска с эйфелевой башенкой. В общем, будете в этих краях, зайдите, посмотрите. И если я не ошибаюсь, где-то вот дальше по этой улице, по... Если я не ошибаюсь, это 6-я авеню. Там есть где-то русский ресторан или русское кафе или что-то наподобие. У них тоже хорошая выпечка. Что-то немножко отвлечье к этому парку. Конечно, в апреле листвы никакой на деревьях нет зеленой. Но, тем не менее, вот такое вот хорошее место, оазис для отдыха в середине Манхэттена, где можно посидеть, отдохнуть, набраться сил и идти путешествовать дальше. Находится напротив глазного центра. Вот он. А вот на заднем фоне это здание такое с неправильными углами. Это не всемирный торговый центр. Это не те близнецы, это другой. Одно из высочайших небоскребов на Манхэттене. И нарциссы, куда же без них. У нас в Днепропетровске тоже, наверное, уже у всех нарциссы во дворах цветут. И парк. Это большая карта. Бренд парк. Мы находимся вот здесь. Оазис среди небоскребов. Как вам вообще атмосфера города? Даже когда приходишь сюда, приезжаешь сюда. То есть ты видел уже что-то, у тебя есть какой-то опыт, ты уже что-то пробовал, щупал, знаешь, есть какая-то информация. И все равно они что-то меняют в центре города. Ну, вообще даже не в центре, а что-то новое придумывают для того, чтобы люди, которые здесь уже побывали, находили что-то новое опять для себя. Вот этот зеленый участок, на котором можно отдыхать. Цветочки. Как вам это место? Классно. Мне очень нравится. Вдохновляет. У меня ни в какой кадр, ни для какой фотокамеры не влезет это все охватить. А вот именно объектив камеры позволяет это все динамично опередать. Отдыхаю в центре Манхэттен. Здесь стульчики, гонтики. Сиди, отдыхаю, занимаюсь с вами цитальными головами, вылетаю. Мизжизия сказка. Сейчас у нас ланштай. На моих часах. Сейчас вам покажу, сколько. Пол первого дня. В Украине, наверное, уже ближе к вечеру, где-то на пол восьмого, где-то так. Украина. Украина тоже вписывается любимую. Сейчас, как раз ТСН только сейчас, мои новости любимые. Куда ж без новостей. Я пришла к тому месту, которое вам рассказывала, это пекарня Парижский букет, тут рядом, правда, стройка идет, вот такая вот она высокая, 4 этажа, она находится на 7-й авеню и пересечении 40-й улицы, 40-й стрит, 7-й авеню, 40-я стрит, все, вот это вот место расположения и филевая башенка, будете знать, приходите сюда, не пожарите. Субтитры делал DimaTorzok Страна нашего отеля находится знак, точнее скульптура Hope, надежда. Вот там на выходу здание, которое строится, это атмосфера Нью-Йорка, парфон, сейчас солнечко, солнечко, солнечко. Еще хотела сказать, что как раз рядом с нашим отелем Хилтон, их тут несколько на Манхэттене вообще находится, и мы живем в Хилтон-Миддлтаун. Его легко найти по карте на, между, да, между двумя знаками. Я так смотрю уже, так привыкаешь идти, один глаз смотрит в телефон, по карте и вообще по местности, второй глаз смотрит на светофор. Так весь город живет, кто-то кушает, кто-то пьет, кто-то разговаривает по телефону, кто-то в гарнитуре. Это нормально, все на разных языках, все в темпе, в движении. Вот так вот. Вот он этот Нью-Йорк. Сейчас хочу вам еще показать Нью-Йорк. Прогуляться после этого года. Красивая река, кстати. Еще немножко Нью-Йорка. Так, мне надо сейчас быстренько прийти. Дем-дем-дем-дем-дем-дем. И пришли мы вот сюда. Спасибо. Как вам такое здание? Чем-то на огурец похоже. Я не знаю, на лондонский. В Лондоне есть многоэтажное такое здание, не по-скверку, но огурец похож. Потом Москва-Сити тоже, где что-то наподобие. И вот в Нью-Йорке тут совсем другая форма, где внутри все, что-то подобное. Нам сейчас нужно туда третий дорогу. Но поснимать, наверное, не получится, потому что камера будет против солнца.